Внимание! На мини деревья проста. Вскрываем упаковку, высаживаем семена в грунт. Нормально? Ставим горшочек на подоконник и стараемся поливать по мере высыхания. Поставили горшочек? Собираем первый рожай через три месяца. Тут не то, что Нобелевскую премию надо дать этой фирме, если это было бы правда. Какую Нобелевскую? Сто Нобелевских премий. Вся страна, вся планета, все квартиры, все подоконники, все лоджии, балконы, присадебные участки. Прямо посреди города, на крыше. Везде, везде, все в этих плодах, все вокруг. Уже девать некуда. Уже даем соц на другие планеты. Найдите скорее на планетяне. У нас девать некуда же, а это же. А там перечисляются мандарины, черешни. Представляете, черешнее дерево, три месяца. И выросло черешнее дерево уже с плодами, с килограммами. Вот это вот, вот это вот, я их обвиняю. Вот. Все думаете, они покупают? А вот эта девочка, я ее раз показал, вот. Я просто привожу пример, почему. У нее 600 тысяч. Это было в 20-м году 600 тысяч. Ну, вы догадайтесь, что сейчас у меня миллион. Что они делают? Она лечит деревья от рака. Абсолютно безобидного рака, который не имеет никакого отношения к болезням и к смерти деревьев. Вот. Я пока дальше подробнее скажу, а пока просто в каком направлении работаем. Чтобы, хотя бы вы, кто меня слышит, пусть немного. Вот. Чтобы не бежали, не покупали и не, это самое, кто чего не выручит, не вылечит. Никогда. Дерево умирает. Понимаете? А грибы, они не виноваты. Абсолютно. И вот она, как определить, как лечить. А у нее, за ее спиной, это не просто. У меня мало просмотров. Вы знаете, у нас, это самое, там, 200, 300, 500, бывает тысяча просмотров. А здесь, скорее всего, миллион. А для чего? Впарить вам все это. Она предатель. Она только этого не знает, что ее задача задурить вам голову. Вот с этого начерк. Задурить. Вот эти задурили. Вот. И это все на всю страну. А почему я один воплю? А другие, что, не знают? Кто-то скажет, что я с ума сошел три месяца. А большинство купит все равно. А вдруг и правда. А там, когда они начинали, у них было эко, 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 назвался. Эко, 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 эко. Вот. Это они, как это называется? Мимикрировали. Знаете такое слово? Мимикрировали. Как хамелеоны. А поначалу они посылались на институт, которого нет. Который все это вывел три месяца до урожая. Вот. Три месяца. Зимой. Вот, допустим, января. У нас семечку посадил. Февраль, март, апрель. Зима. На улице солнца нет, ничего нет. Но уже плоды вы собираете. Вот. Я искал этот институт, его не существует. Но почему не приходит к ним прокурор? Ну, прокурор должен уже, ну, по крайней мере, равнодушие убивать. Вот. А вот это невежество. Просто невежество. Девчонка, никуда ты лезешь, ты ничего не понимаешь в этом деле. Вот. Смотрите. Давайте чуть-чуть с этим разберемся. Скучная тема, понимаю. Прохладная весна. С долгими, сеющими дождями. Правильно. Сделало черное дело. У волосы, видите, а, кстати, у груши я буду то же самое. Части верхних почек засохло вместе с плодами. Гидрометцент у меня прогнозы. Обещаю, то переменовываю сейчас. То ливник откаленный, то небо. А то все сеял, сеял, сеял. Вот, знаете, манеральный ожог. Вот это вранье. Нет никакого манериального ожога. Потому что гриб-манирия никакого отношения не имеет к этому. Просто, понимаете, еще раз, я буду твердить об этом, столько будет почти на каждом вебинаре. Итак, дерево попадает в абсолютно непригодные условия. Одно из самых важных, даже не мороз. Я-то в Сибири живу. И вдруг у нас это, манили-то почти нет. Даже не мороз. Но когда у нас случается в Сибири, вот прошло 40 градусов, а деревья целые, ничего не повреждено. Казалось бы, невозможно. Там, где вот эта живет Николин, где живет эта девушка, там, наверняка, это будет сразу высады мертвые. Попробуйте 40 градусов мороз пережить. Недели две-три. Все вы поймете. Влага, влажность воздуха и дожди, прямая влага. Они уничтожают в других условиях, в других местах, эти же деревья, которые выжили в 40 градусов мороза. Понимаете? Но не предназначены абрикосы для таких мест. Не предназначены груши. И часть яблон тоже. Понимаете? Вот. Вроде все правильно написано. Вывод так. Манилиальный урок. Нет, гриб, малиния жрет только мертвичину. В начале, вот то, что это. Часть, верхний почек засохло. Все правильно. Только выводы такие. А почему? Никольна, Татьяна. Да, сказать почему. Вот. Статья будет в сковарных грибах родом манилиния. Ну, по-моему, грамоте манилия. Ну, пусть будет манилиния. Это перевод за с латинского. Понимай, как хочешь. Так что я не буду придираться. Пусть будет манилиния. Манилиния, поражающие все основные виды плодовых. Ни хрена. Не то, что видов. Ни одно дерево не поражает. Прихватывая некоторые не основные. Что за брик, как поражает, как бороз. А дальше. Магазин. Покупать. 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 Вот. Ладно. Источник. Это я полезу в этот. Справщики. Манилиоз, плодовая гниль. Манилиальный ожог. Грибковая заболевание. Опять. Вот это страшная вещь. Потому что это не грибковое заболевание. Это один, я говорю, железо. Один человек на всей планете. Который знает правду. Может, у меня связь с небесной канцелярией. А там есть своя библиотека. Не знаю как. Это не заболевание. Деревья попадают в условия, абсолютно непригодные для жизни. У нас одни проблемы. У меня всегда было, особенно по началу, чисто сухой климат. Много солнца. Это привыкли, приучили к этим морозоким подвоям. Значит, перестали деревья загибаться. Ну, а стоит только это самое. Я же показывал фильмы. Несколько деревьев у меня заболело. Но они как заболели? Они заболели от дождя. И вот это, сколько этих грибных заболеваний. И тогда это, я написал, нет такой болезни. Вот это вот, когда-то, жаль, не успею получить на русскую премию. Это надо, чтобы наши люди туда попали и сделали что? Просто эксперименты. И больше ничего. Чтобы сравнить и сказать, да, это ошибка. Ошибка страшная. Ошибка невероятная. Невыносимая. Потому что воспользовались только предатели. Только торгаши. Вот. Им нужны наши деньги. Все. Вот за всем этим. Потому что если заболевание, давай его это, лечить. Не вылечили ни одного дерева. Знаете как? Объясните, как это будет? И бывало. Это так. Обливали, обливали. Но уже знаю, что будет обязательно. Манилья будет. Еще дерево проснулось. Еще не проснулось. Уже облили. Потом снова. Потом проснулось. Облили. Цветели. Цветели облили. Поцветели облили. Летом облили. Вечером. Ну вы знаете, что 40 раз обливает. Так. Уничтожая прежде всего нас. Нас с вами. Этими ядами. Вот. Но. Ладно. С насекомыми справиться. Да. С насекомыми. Но с манильей никогда. Она просто подождет. Если следующее лето будет более сухое. Смотришь. Если дерево не сдохло. Извините за выражение. Не погибло. А переболело как бы. Ну вы помните. Там ветки отрежьте. Которые запорожены. Сухие отрежьте. Все. И вдруг нет такой страшных этих самых. Дождей. Ну просто как у нас. То дождь то нет. То дождь то нет. Год на год не приходится. И вот тогда. Ой. Не зря поливали-то. И вроде бы яблоки в этот раз. Без дырок. Без этих. Без пятен. И груши. Нет ребята. Это просто климат вам позволил. Все таки продержаться. До сухого этого. Вроде правильно смотришь. Ведь заметили же. Прохладная весна. С долгими дождями. А им только наши деньги нужны. Дальше. Немножко тема близкая. Вот это вот. Я вам показывал. Повторяю. Но добавляю фото. Итак. Если взять. А специалистов. Тысячи. Все они считают. Что у дерева. Веток сильно много. И уже. Окаращивать. Это надо обязательно. Вот. Они бы вот это вот. Месяцем раньше бы. Все побрезали. И не знали бы. Что это все. Зачвело бы. И дало бы плоды. Это их уровень. Вот. Поэтому просто. Не подходит дерево. Это самое главное. В наше время. И. Так как случилось. Я не знаю. Распространится по России. Или нет. Может она распространилась. Потому что деревья гибнут везде. Но у нас началось это 10 лет назад. Яблони начали гибнуть. Моментально. За 2-3 года погибло огромное количество. Сотни тысяч. И мы из яблониок края лучшего в России. Мы лучшие. Не Москва. Не даже этот самый. И даже не Краснодар. Мы первые были. И у нас абсолютно здоровые яблоки. Большинство сортов мировых стандартов. Невиданной красоты и вкуса. Выдерживает 40 градусов. Никакой манили. Кстати. Потому что у нас дожди и резкость были всегда. И тогда. Когда пришла беда. Я смотрел с ужасом. Большинство деревьев с течащей обрезкой. Ну вы понимаете. Что я вам сейчас ниже покажу. Вот мы уже нашли. Брат нашел. 2 миллиона просмотров. Как лишние ветки отрезать. 3 миллиона просмотров. 2 с половиной миллиона просмотров. А уж 100, 300, 500 тысяч просмотров. Это весь интернет заполнить. Вся страна. Это самое. И ведь как убеждаю это. Не сделаешь эту обрезку. Не уберешь. Вот смотри. На хрен. Я вот стал бы это дерево резать. А уж тут бы тося. Вот если взять для центральной ветки. Так что поменьше. Прямо на наших глазах. Только в ключе компьютер. Вот. На берегу летом. Еще летом. И вот тут же. Вот это чуть-чуть потоньше. Вот. Все. Спиливается напрочь. Не имеет права быть. Вот эта ветка. Которая дает третью часть. Потом урожая дала бы. Уничтожается. Это уничтожается. И вниз смотрит. Вон она уничтожается. И центр забущён. Уничтожается. И я разделил. Я смотрел. И этот ужас прошел на моих глазах. Я останавливал машину. В чужие сады даже заходить не надо. Видите вот такой забор? Вот такие заборы. Через которые все видно? Я через забор смотрел. С ужасом. Раны, раны, раны. А Подмосковье? Я вам сколько рассказывал? Я нашел три дерева нормальных. И сотен. Я тридя ходил от дерева к дереву. От дачи к даче. Я сотни деревьев изучил. Все обрезаны. Все как с ума сошли. И никто вопросов не задает. А надо ли резать? И ведь находят время. Пробка стоит полдня. А приезжать все равно отрежут. И вот тогда я сравнил. Необрезанное дерево. Живо. Такие тоже помирали. Но они держались лишней. Это эпидемия. Они держались лишние несколько лет. А и на это время не урожай давали. Вот все, что я вынесу с этой эпидемии. Ну а дальше Ананев. Этот самый. Я считаю, садовод номер один. Абакана и Хакасии. Вот. Председатель Союза Садоводов Хакасии. Или Абакана. Вот. Умнейший мужик. Четыре раза по телевизору. Проклинал. Говорил. Болезнь. Это все вранье. Что это никто не изучает. Т-т-т-т. Это бесполезно. И его не послушали. А кто меня слушать будет? Вот. Обрезку делаю. Это дерево мне давало 200-300 килограммов. На какой черт его обрезка? Ну. А это вот я сказал, что я эту тему продолжаю. Почему? Я первые несколько фотографий. Видели? Мы цитируем. Значит. Абрикосы на приростах 2-3 года. Яблони. Абрикосы. Этих самых. Плоды на 2-3 года. Груши 2-3 года. Когда-то прочитали. Где-то 100 лет назад. Кто-то книгу напечатал. Ошибся. Или не полной информации был. И нет таких судоводов, которые знают все. Сейчас любой новичок. Вот у меня друзья. А то мы 20 лет. Сейчас познакомлюсь с еще одним молодым человеком. Вот. В их распоряжении гигантский материал. Вот. Как в 19 веке изучали почвоведение. Сколько он мог это? А я сейчас пишу. Фото почвового разреза. Я знаю больше, чем все ученые 19 века выдающиеся. Вместе взятые. Я один. Полца для этого надо. И выводы сделать. Кстати, я не совпадаю с этим выводом. Но это отдельная тема. Но повторять сотни лет одно и то же. А я как не посмотрю. Абрикосы пероц. Последнего года. Груши. Последнего года. Яблони. Последнего года. Нет? Нет? Вы думаете, я выбирал? А? Это что? Приснилось мне? Или это я его привязал, чтобы доказать глупость? Ну? А это что такое? Я вас спрашиваю. Ученые. Нахрена ветку эту поэту? Я обязан был ее убрать. Вот и получается. С улыбкой. В апреле. До цветения. Вот. И пошло-поехало. До цветения. Не ведая, что творят. Вот. Калечо дерево. Лиша его здоровья. Морозостойкости. А самое страшное. Долголетие обеспечим, когда дерево это на концу отрежем. Долголетие. Здоровье так и пишут. А самое подлое, когда пишут. Деревья станут нарядными. Вы знаете, сад должен быть нарядный. Давай изувечим. Вы знаете, что-то дать. Дошли до чего? До хвойников дошли. Сейчас хвойники. Вот так. И они, кажется, некрасивы. Вы видели ель? Видели сосну? Это сама природа. Они настолько пропорциональны. Они настолько красивы, как будто их это. С первого чертежа вот так вот делали. Нет. Все равно берутся. Это уничтожает часть. С ума. А посходили, показывают по телевизору миллионов. У меня таких сотни фотографий. Не трогаешь живо. Тронешь мертвого. Я что, слепой? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok